Эта киноэпопея создана при участии американских кинематографистов для широкого показа в США и других странах. В 20 фильмах использованы съемки советских фронтовых операторов и кинодокументы из зарубежных архивов. В Соединенных Штатах Америки, где многие не знают о решающей роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии, о сотрудничестве союзных держав в годы войны, эта кинопрограмма вышла под названием «Неизвестная война». Для советского народа это была Великая Отечественная война. Он вел ее во имя свободы и независимости своей социалистической родины, во имя избавления Европы да и всего мира от фашистского порабощения. «Двадцать миллионов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ не забудет ее никогда». Леонид Ильич Брежнев В Соединенных Штатах Америки кинопрограмму комментировал артист Берт Ланкастер. В этом фильме вы не увидите сражений и больших военных операций. Это рассказ о простых советских людях, которые, не щадя себя, снабжали армию танками, самолетами, оружием, всем необходимым для победы в борьбе против фашистов. Как мало нам известно о планомерной эвакуации более чем 1500 советских заводов с пути гитлеровских армий. На платформах поездов, на грузовиках увозили разобранные на части завод за заводом. Далеко на восток, за Урал, в Сибирь, сюда в Среднюю Азию, где заводы вновь собирались. Здесь производилось вооружение, жизненно важное для исхода войны. Наш фильм «На восток». История, внушали немцам, познается через дуло пушек. Им предстояло на себе потом испытать истину этой догмы. Кадры нацистской хроники. Еще со времен Бисмарка милитаристы мыслили категориями огня и меча. И уже к весне 1941 года гитлеровцы были готовы к походу на восток. Их заверили, что Советский Союз уже созрел для гибельной жадры. Никогда еще нацистская Германия не была так сильна. Ее промышленная мощь почти в два раза превышала Советскую. А резерв рабочей силы значительно возрос за счет насильственного труда народов, порабощенных битером. К весне 1941 года Германия находилась в зените своего могущества. Едва ли не каждый немец ощущал себя частью этой силы. Они чувствовали, их время пришло. Дух нации взыграл. Тем более, что питали его мясо, масло, сыр из Дании, Голландии, Бельгии, Люксембурга. Рыба из Норвегии, вина и фрукты из Франции. Каждый вкусил от изобилия, которое принесла с собой гитлеровской агрессии. Реванш за поражение в Первой мировой войне. Используя этот лозунг, Гитлер сделал своих верноподданных хозяевами почти всей Западной Европы. Германия, Германия превыше всего. Распевали они. И вот повторяется знакомая картина, но в гораздо больших масштабах. 22 июня 1941 года спланированный вермахтом Блицкрик обрушился на советские города и села, на заводы и фабрики, на тысячи и тысячи мирных граждан. В какое-то мгновение их привычный мир был разрушен. Все вокруг полыхало в огне пожарище, обращалось в пепел и прах. От Балтики до Черного моря, их дома и школы, села и города, все, что они сделали своими руками, чем дорожили и гордились. Страшная беда погнала их с родных мест, только бы не остаться в оккупации. По всей Украине, Белоруссии, Прибалтике потянулись потоки беженцев. Уходили любыми возможными путями. Они знали только одно направление – на восток, вглубь страны. Брали с собой лишь самое дорогое, какие-то крохи из того, что было нажито их трудом. Сотни, тысячи, сотни тысяч человеческие потоки сливались в реки. У железных дорог под бомбами фашистских самолетов терпеливо ждали они единственного шанса на спасение. КОНЕЦ Многие из них погибли, но в первые же недели войны из прифронтовой полосы удалось выйти миллионам людей. А порой приходилось бросать даже то малое, что они успели взять с собой. В Москве советское правительство образовало комитет по эвакуации. В его задачу входило решение проблем, связанных с вынужденным переселением миллионов людей на восток и реорганизацией всей экономики. Одним из руководителей этого комитета был Алексей Николаевич Косыгин, ныне председатель Совета Министров СССР. Мы были вынуждены на время оставить самые развитые населенные районы нашей страны. Ведь Россия традиционно росла с запада на восток, подобно тому, как Соединенные Штаты росли с восточного побережья к западному. У нас не стало чагуна и стали юга. Мы лишились основных плодородных земель. Фашисты захватили нашу главную в то время угольную базу Донбасс. Чтобы продолжить борьбу, чтобы дойти до победы, нам нужно было в кратчайшие, беспрецедентные сроки перестроить народное хозяйство на военный лад. Переместить значительную часть нашей промышленности на восток. Создать там зачастую на голом месте крупнейшие оборонные заводы. Главное орудие победы – более 95% всех видов вооружений и боеприпасов – выковал наш советский тыл. Разумеется, мы воздаем должное тем, кто в дни войны помог нам оружием и снаряжением, нашим союзникам. Мы склоняем головы перед велищем бессмертного подвига тружеников тыла. Летом 41-го года из западных областей Советского Союза двинулся на восток нескончаемый поток. Люди, оборудование, продовольствие, тысячи заводов, миллионы людей. Задача была почти невыполнимой – демонтировать конвейеры, снять все оборудование, погрузить его на поезда и пароходы, завод за заводом. В то время как раскаты орудий приближались все ближе и ближе, Леонид Ильич Брежнев руководил эвакуацией на юге Украины. Из Ленинграда многие предприятия вывезли уже после того, как город был почти окружен. В Брянске для эвакуации только одного завода потребовалось 30 тысяч вагонов. То, что нельзя было вывезти, уничтожалось. Пришлось взорвать Днепрогресс – гордость советских пятилеток. Сотни заводов в городах западной части страны собирались в дорогу. Уезжали рабочие вместе с семьей. В этой огромной миграции было много потерь, много тревог. Делали все возможное, чтобы спасти произведения искусства. Треть бесценной коллекции Эрмитажа была перевезена на Урал. Татьяна Соколова работала в те дни в Эрмитаже. Если вы вспомните позу, в которой сидит Вольтер, опираясь на локотники своего кресла, и представить себе, что он начал спускать по лестнице, он чуть-чуть покативался. Совершенно потрясающе он пожил. У него и так глаза сверлящие. Он поглядел до того ядовито, до того насмешливо. Вот это та минута, когда мне вдруг стало как-то особенно легко. Он ясно сказал, не волнуйтесь, вернусь. В последний раз эти тракторы и комбайны проходили по колхозным полям. Их отправляли на необжитые земли в восточные районы страны. Когда была возможность, эвакуировали племенной скот. Они спасали от приближающегося врага все, что могли. Жгли хлеб, возвращенный их потом. Закапывали его, надеясь скоро вернуться. Голая статистика не может дать полного представления о том, что было тогда потеряно и что удалось спасти. Советские железные дороги, одни из самых протяженных в Европе, имели большой парк вагонов и локомотивов. В условиях войны стальные магистрали стали жизненно важной артерией страны. Под ним доставлялись войска на фронт. Эвакуировалось гражданское население. Гитлер хорошо это понимал. И немецкая авиация свирепствовала над железными дорогами, стараясь создать как можно больше хаоса. Эта тактика уже оправдала себя при покорении Франции. День за днем, неделя за неделей, фашисты громили железные дороги и станции. Здесь было так же опасно, как и на линии фронта. Но нельзя было ответить ударом на удар. Железнодорожники, ремонтники, сцепщики, все, кто работали на этих станциях, находились в смертельной опасности. Они были абсолютно беззащитны. Но составы шли. К счастью, немцы во всем были педантичны. Они придерживались твердого расписания в своих налетах и появлялись, как правило, вечером. Так что эшелоны удавалось иногда заранее вывести из опасной зоны. И составы вновь шли по назначению. Несмотря на опустошительные бомбардировки, завалы на железных дорогах расчищались. Путь на восток и запад был вновь открыт. До следующего налета. Не было времени проверить поврежденные составы и найти им замену. Был лишь один выбор. Прорваться или умереть. Музыка. 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 Для тех, кто вел поезда, каждый километр пути был испытанием. Каждую минуту на них могли обрушиться фашистские бомбы. Елена Чухнюк водила тогда состав. Музыка. 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 За первые шесть месяцев войны около полутора тысяч военных заводов были спасены, вывезены буквально из-под носа немцев. Это было подобно тому, как если бы всю промышленность штата Иллинойс пришлось перебросить на Аляску. Эшелон за эшелоном уходили в далекие края. На Урал, в Среднюю Азию, в Сибирь. Даже не верится, какая странная тишина. До самого горизонта простирались бескрайние мирные земли. Полтора миллиона вагонов потребовалось во второй половине 41-го года, чтобы перевезти сюда людей и оборудование. За это время свыше 10 миллионов человек переместилось на восток. Это было величайшее в истории переселение людей. Их встречали как родных, делились с ними последним, отдавали все, что имели. Люди трудились плечом к плечу, чтобы как можно быстрее пустить заводы. Над цехами еще не было крыш, а уже выпускались танки и самолеты. Промерзшая земля Сибири тверда, как камень. Ее приходилось взрывать, чтобы закладывать фундаменты новых заводов. Руки строителей примерзали к металлу. Не хватало бетона и стали. Но они работали ночами напролет при свете факелов и коптилок. В общей сложности за годы войны на Урале и в Сибири было построено около двух тысяч новых заводов. Более одного в день. Так эти глубинные районы превращались в новое мощное индустриальное сердце воюющей страны. Главной заботой для эвакуированных были заводы, а потом уже крыша над головой. Люди, до сих пор не знавшие друг друга, жители Москвы, Ленинграда, переселенцы с Дона, делили теперь и кров, и стол. Композитор Сергей Прокофьев и режиссер Сергей Эйзенштейн в эвакуации снимали ставшую классикой картину Иван Грозный. Этот фильм обращался к патриотическим чувствам людей и призывал к упорной борьбе против захватчиков. Это памятник не человеку, а самолету Ил-2. Ил-2 был одним из тех самолетов, которые собирались в основном на востоке. В начале войны у Советского Союза было около 250 таких машин. За годы войны их было выпущено более 35 тысяч. Надпись на памятнике гласит, нам эти самолеты были нужны как воздух, как хлеб. Этот памятник свидетельство трудового героизма русских, добившихся превосходства над нацистами. Конструкторские бюро и исследовательские институты переезжали на восток вместе с оборонными заводами. Они создавали и испытывали новую военную технику, которая должна была превзойти немецкую. У русских была блистательная плеяда авиаконструкторов. Сергей Ильюшин, создатель знаменитого штурмовика Ил-2. Его мотор, бензобаки и кабина экипажа были защищены броней. Он был необыкновенно живуч. Ил-2 оказался весьма эффективным в борьбе с танками противника. Черная смерть, так окрестили его гитлеровцы. Советские бойцы назвали этот штурмовик летающим танком. У руководителей новой военной индустрии на востоке было множество проблем. Резко снизилось производство высококачественной стали. Был потерян донецкий уголь. Дмитрий Федорович Устинов в те годы был одним из руководителей военной промышленности. Ныне он министр обороны СССР, маршал Советского Союза. Я в те годы, молодой инженер, был назначен в партии на пост Народного комиссара вооружения. И сейчас я с большой теплотой и гордостью вспоминаю дружную работу, самотверженной работу всех коллективов рабочих, инженеров, конструкторов. Всех тех, кто своим героическим трудом ковал оружие победы, с кем мне довелось работать плечом к плечу. Да, условия действительно были труднейшими. Однако, несмотря на оккупацию значительной части территории нашей страны, нам удалось не только увеличить выпуск оружия и боевой техники, но и добиться как количественного, так и качественного превосходства над вооружением противника. В годы войны все советские люди на фронте и в тылу жили единой мыслью – разгромить врага. Успех в тылу рождал победу на фронте. И фронтом была та линия, которая проходила через сердца солдат на передовой и тружеников тыла. Советский Союз в эти годы совершил буквально новую промышленную революцию. За необыкновенно короткое время на востоке с конвейеров стали исходить новые виды вооружения. Уже к концу второго года войны советская военная промышленность превзошла германскую. Морозов, Кошкин, Кучеренко – конструкторы танка нового образца. Их танк Т-34 – шедевр военной техники, превосходивший любой тип немецких танков. Он обладал большой маневренностью, был защищен надежной броней и оснащен мощным оружением. В 1940 году их было всего 115. В 1942 году советская армия уже получила 12 520 таких танков. Фронту нужно было все больше и больше людей, но они были нужны и на конвейерах заводов. В цеха вернулись ветераны. И подростки переняли у своих учителей не только рабочее мастерство и хватку. Они учились жить и трудиться, как взрослые. Отца этого паренька убили в бою. Один из мальчиков вспоминает. Расточка я был небольшого. Соорудили мне подставку, чтобы удобно было на огромном станке работать. Все необходимое я готовил за год, чтобы ни минуты из тех 12 рабочих часов, которые я буду стоять у станка, не потерять. Дело было не в росте, а в энтузиазме и в любви. Один из этих ребят вложил записку в собранный им автомат. Это мой десятитысячный автомат. Я горжусь им. Работа требовала мастерства и невероятного, недетского напряжения. Но большинство работающих были, конечно, женщины. Им тоже пришлось овладевать непривычным делом. Работали по 14 часов на заводе, а потом дома. Нужно было готовить, ухаживать за детьми и стариками. Прибавьте к этому скудные продовольственные пайки военного времени. И самое страшное сообщение с фронта. Пал смертью храбрых, пропал без вести. До этого женщины не работали у доменных печей. Нафаина Шурунова стала мастером доменщика. Вначале я даже не знала, что люблю ли я, посознали ли я, пришла работать. А вот когда мы выплавили, первую плавку сделали, это специальный чугун. Так вы знаете, я на всю жизнь полюбила эту вторую домну. И даже до сих пор ее люблю. Я даже с ней объяснилась, как с подругой. Что какая ты моя домна хорошая, что ты понимаешь, что сейчас этот чугун нужен. И я на второй печи не работала. Я туда не шла, там было легко работать. Там мужчины, там хотели работать. А я на этой работала все время, где тяжело. И вы знаете, как было там? Ну, пусть это интересная тяжесть, это интересная, душевная такая, пережитая тяжесть. Сотни миллионов гимнастерок, шинелей, рукавиц, сапог сделали эти руки. Они одевали и обували армию. Они пели популярную тогда песню «Синий платочек». ПЕСНЯ 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 Половина пахотной земли оказалась в руках оккупантов. Тракторы, перевезенные на восток, вспахивали теперь землю Урала и Средней Азии. И большая часть этого труда, каким бы тяжелым он ни был, тоже легла на плечи женщины. ПЕСНЯ 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 И словно принесенных ими жертв было недостаточно. Люди отдавали стране, фронту все ценное, что у них было. Семейные драгоценности несли казашки, узбечки, киргизки, украинки, русские. Несли даже обручальные кольца, соединявшие их с мужьями, которых они, возможно, никогда больше не увидят. Золото, серебро, драгоценные камни, целые тонны. На них приобретались танки, пушки, боевые самолеты. Многие вносили в фонд обороны деньги, свои трудовые сбережения. Общая сумма составила 16 миллиардов рублей. Отдавали то, что годами, десятилетиями, отказывая себе во многом, откладывали на новый дом, на корову, на мебель, на свадьбу. То, что жертвовали люди, не могло заменить потерю нефтепромыслов Кавказа, заводов и шахт Украины, электростанций. Но это могло помочь построить новые. Это была помощь, приближавшая победу. Материальные ценности значили куда меньше, чем победа. Победа любой ценой. Актеры, художники, поэты, ученые приобретали самолеты и танки. Артисты старейшего русского театра, Малого, внесли достаточно средств, чтобы построить целую эскадрилью истребителей. Русская православная церковь пожертвовала деньги на танковую колонну. И патриарх Сергий благословил танкистов, шедших в бой. Многие люди становились тогда легендой. Ей было 27 лет, волжанке Марии Октябрьской. Муж Марии был офицером Красной Армии. Он погиб на второй год войны. Тогда Мария продала дом и все, что в нем было. И купила танк. Она стала водителем боевой машины. Мария и ее экипаж участвовали во многих сражениях. Она погибла за освобождение Смоленска в сентябре 1943 года. Мария и Октябрьскую похоронили со всеми воинскими почестями. Немало женщин сражалось на фронте. Но главная их забота была в тылу, на фабриках, на военных заводах. Многие после смены приходили еще в госпиталь к раненым бойцам. Расцветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекой, Выходила на берег, Катюша. Это было привычное для них дело. Те, кому они приносили утешение, Не забудут, чьи руки облегчали их страдания. Песня заводила про степного сизого горла, Про туму, которого любила, Про кого чьи пить наберегла. Люди тыла отдавали раненым свою кровь. Миллион семьсот тысяч литров крови отдали фронтовикам. Но самой тяжкой, как всегда при великой беде, Была доля детей. Многие осиротели, Потеряли родителей в хаосе эвакуации, Были ранены при бомбежках, обстрелах. Им тоже пришлось познать страх, боль и одиночество. Незнакомые люди брали их в свой дом, В свои семьи. Брали, отказывая себе во многом. А жизнь была суровой и скудной. Время-то было военное. Брали горожане и жители сел, Люди разных национальностей, разных профессий. Дети войны. Их родители. Новые родители. Это был беспрецедентный в истории подвиг. Переместить большую часть экономики и огромные массы людей на новые территории за тысячи километров. Создать там промышленный потенциал, равный целой индустриальной державе. И в конце концов превзойти по выпуску продукции все заводы Гитлера и его сателлитов. В конце 42-го года в ходе войны начался коренной перелом. И достигнут он был советским оружием. Почти сто тысяч танков, более ста тысяч самолетов, сотни тысяч пушек, миллионы винтовок и пулеметов, десятки миллионов тонн боеприпасов. Потери и лишения рождали непреодолимое упорство. Люди становились не слабее, а сильнее. Теперь поезда шли с востока на запад. Шли без помех на полной скорости. Они шли к Варшаве, Белграду, Будапешту, Праге, Берлину. Шли к победе советского народа в Великой Отечественной войне. Шли к победе советского народа в Великой Отечественной войне. Шли к победе советского народа в Великой Отечественной войне. Наш следующий фильм – «Война в Арктике». Опасный путь конвоев через арктические моря называли «дорогой смерти». По нему доставлялись из Соединенных Штатов Америки танки и пушки. И на крайнем севере, в Арктике, проходили сражения Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok